Приветствую вас! Начать мне бы хотелось с акцента вашего внимания на одной интересной детали. Значит, вы пишите, что у вас есть брак, у вас есть муж, с которым вы живете достаточно продолжительное количество времени, 5 лет, 10 лет вы с мужем вместе, то есть у вас уже есть брак, у вас какая-то семья есть, у него есть, значит, у него есть ребенок от первого, значит, брака, то есть ситуация здесь такова, что ваш мужчина уже реализовался, уже, по сути, отец, да, вот, и, значит, вы сами пытались сделать ребенка, но это не получалось у вас, если я правильно, значит, понял, да, и муж ваш пьет, и пьет он, как я понял, достаточно много и достаточно часто, вот, значит, что вам можно в этой ситуации сказать и, собственно говоря, порекомендовать? Ну, во-первых, не считаете ли вы сами для себя, хотя бы, вот, пока что, не считаете ли вы, что есть некоторая закономерность в том, что мужчина, значит, пьет, да, и то, что у него, по сути дела, нету с вами детей? То есть, не считаете ли вы вот этот момент несколько странным? Добавно получается, что пьет мужчина, значит, а, соответственно, безусловно вы. Вот как-то это очень, знаете, странно получается, не находите ли вы? Не считаете ли вы, что в этом есть что-то вот такое, я бы сказал, немножечко несуратное может быть? Это первый момент. Второй момент. Мужчина пьет. Человек никогда не будет употреблять алкоголь от хорошей жизни. Если он его употребляет, значит, не все с ним простится в порядке, есть у него какие-то проблемы. И эти проблемы мужчина пытается решить именно через алкоголь. Ну, вот такой он человек. И, как вы думаете, если мужчина пытается решить какие-то свои проблемы через алкоголь, то не связано ли то, что он вам говорит, вот то, как он пытается вас задеть, там, не знаю, принизить, оскорбить, да, и так далее. Не связано ли это с тем, что у него проблемы? Вы вот вообще интересовались тем, почему мужчина начал пить? Вы вообще как-то пытались узнать, вот, чем продиктовано его такое вот увлечение, его такое желание, да, употреблять алкоголь? С чем оно связано? Вы как-то пытались этот момент узнать или нет? Если нет, то, соответственно, почему? А если да, то какие все-таки причины у мужчины для того, чтобы пить и так далее? То есть все это очень важные нюансы, на которые стоит обратить внимание, на которые стоит подумать. Далее, что я вам хочу сказать далее? Далее я вам хочу сказать то, что вы пишете о некоторых своих страхах, вы пишете о некоторых своих переживаниях, и то, что вы чего-то боитесь, это уже делает вас априори, ну, не свободны. Вот, и давайте мы с вами попробуем подумать над тем, как вы хотели бы быть в отношениях, если вы не чувствуете себя свободны, если вы не чувствуете, что вы в отношениях по своей воле. Что это вообще за отношения такие, когда человек в них не по своей воле, а потому что, там я не знаю, потому что боится остаться один, да, боится, что у него вот что-то не получится. Ну, вы же понимаете, что эта позиция не самая хорошая, и вы же понимаете, я надеюсь, что эта позиция вам, она ничего хорошего не принесет, потому что вы, по сути, так и будете терпеть, терпеть своего мужика, который, судя по всему, проецирует на вас свои проблемы. Вот. Другого варианта, ну, на мой взгляд, другой вариант, на мой взгляд, попросту нет. То есть это не что иное, как проекция своих, значит, страхов и своих неудач на вас. Вот. Далее, если вы действительно боитесь, то необходимо работать с вашими страхами, значит, я рекомендую вам подумать на тему страхов, вот, значит, с какого момента, значит, вы пишете, что боитесь, да, соответственно, вопрос к вам, чего именно вы боитесь, почему вы боитесь, и так ли это страшно, то, чего вы боитесь. То есть, постарайтесь в этот момент для себя обязательно подумать. Дело в том, что любой страх, в общем-то, нуждается в том, чтобы его рационализировать. Любой страх нуждается в том, чтобы его как-то вот вытащить на свет, и вам нужно именно это по сути и сделать. То есть, вам нужно сделать так, чтобы ваш страх стал вам понятным, чтобы вы понимали, что же на нем все-таки стоит. И когда и если вы это сделаете, когда и если вы сможете это сделать, то вам станет гораздо легче и гораздо проще вам будет с этим жить. Ну, просто потому, что вам станет понятна причина, которых вы боитесь. Следующий важный момент. Это момент такой, что вам нужно себя сбросить. Так ли действительно страшно, если вы останетесь одна. Знаете, вы уже, по сути, дело одна. Вы уже давно одна. И это одиночество, оно длится уже довольно долго. Соответственно, вам для чего-то получается нужен мужчина. Вот, и постарайтесь подумать, постарайтесь для себя определить, зачем вам мужчина. И какие у вас к нему потребности. Если он определенно вас не уважает, если он определенно вас не любит, если он определенно не заинтересован в том, чтобы выстраивать с вами нормальные, адекватные отношения, зачем вам такой мужчина. Постарайтесь ответить себе на этот вопрос. И, если вы не уверены в себе, то, соответственно, нужно работать с этой самой неуверенностью в себе. Почему вы не уверены? В чем именно вы не уверены? Какие черты в себе вы не принимаете? Какую часть себя вы не принимаете? Это очень все важные моменты, на которые необходимо обратить ваше внимание и пытаться с этим что-то сделать. То есть здесь нужна определенная работа, нужна определенная, я бы сказал, когнитивная терапия, то есть терапия ориентированная на постановку целей, на формирование из этих целей задач, на анализ средств, на анализ условий и требований к выполнению этих задач и, соответственно, корректировка вашего поведения. Вот. То есть это вот то, что вам нужно сделать. Вполне может быть, что у вас эмоциональная зависимость от человека, то есть созависимость. И созависимость, это, как правило, не возникает просто так. Созависимость в период своего начала почти всегда из детства созависимость, она купируется постепенно, не сразу в течение работы, но для начала вам нужно все-таки вот совершить волевое решение и удерживая во внимании то, почему вы собираетесь таки уйти от своего мужчины, да, почему вы собираетесь таки это сделать, все-таки довести это до конца. и здесь важно внимание, чтобы вы удерживали в своем внимании вот эти вот мотивы, да, то есть почему я это делаю и для чего я это делаю. Вот, собственно, то, как вам можно ответить на вопрос на лаузу, хотя, как такового вопроса не прозвучит хау. В заключении хотел бы сказать, что неуверенность в себе можно повысить, но не стоит ставить себе заведомо невыполнимых целей, таких как таких как полное подавление своих негативных черт. Ваши негативные черты в общем, в глобальном смысле слова являются тем, что делает вас уникальным, тем, что делает вас индивидуальным. И менять их значит менять вас, подавлять их значит подавлять и значит подавлять вас. Но можно немножечко снизить негативный вред, значит, можно немножечко снизить негатив от их, от этих черт. Если вы этого сами, конечно же, хотите, если вы готовы, значит, к этим что-то делать. Соответственно, если вам нужна помощь, то вам действительно нужно выбрать эксперта на нашем ресурсе и начать с ним работать. Потому что действительно в рамках одного ответа на вопрос, каким бы этот ответ не был, вам именно помочь, то есть решить все ваши проблемы, ну, просто невозможно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.